Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в рубрике «Оторопростыми словами». Сегодня я хочу ответить на вопрос Флойд, который звучал следующим образом. Как войти в состояние для считывания информации? Это, скорее всего, один вопрос. И продолжение. Используйте ли вы мантру, чтобы чувствовать? Отвечу, наверное, по порядку. Первый вопрос. Как войти в состояние для считывания информации? Каждый человек находит свой какой-то определенный способ. И здесь нет какой-то, знаете, конкретной настройки. Все достаточно индивидуально. Суть заключается в том, чтобы просто, как в самом слове, настроение настроиться на ту или иную волну. Что значит настроиться? Это значит сосредоточиться. Кто-то может, опять-таки, здесь, понимаете, разные практики. Кто-то сосредотачивается как в подготовке к медитации. Не в самой медитации, а именно в подготовке медитации. Кто-то настраивается на своем дыхании. Кто-то настраивается на сердцебиение. Кто-то начинает делать обратный отчет. Суть заключается в том, чтобы убрать лишнюю информацию из своей головы, лишние мысли. И даже мы от них не избавляемся. А наоборот, сосредотачиваемся на том, что мы будем делать. Как войти в это состояние? На самом деле, это практика определенная, которую... Вообще, мне кажется, суть всего заключается в повторениях, в многоповторке. То есть, в самом непосредственном опыте. Если сопоставлять, например, теорию-практику, то теория может занимать 10-20% и 80% будет непосредственно практики. То есть, даже если у вас не будет доставать каких-то теоретических знаний, непосредственно сама практика, она, как говорится, вас выведет в нужное русло. Как войти в то состояние? Как вхожу я? Обычно... Здесь вот не могу не сказать, не озвучить ритуальную магию. Почему? На самом деле, любой ритуал, даже в каждодневном, нашем жизненном пути, это, например, утром мы просыпаемся, идем чистить зубы. Утренние ритуалы проводим. Кто-то купается, кто-то просто умывается, кто-то чистит зубы. У каждого эти ритуалы сами. Нам кажется, что мы это делаем неосознанно, на автоматизме, только потому, что уже есть многоповторка. Но на самом деле, вот эту вот именно команду встать с кровати и пойти провести утренний ритуал, даем мы. Вот здесь вот примерно такое же состояние происходит. То есть, когда мы даем некую команду своему мозгу, то, что нам нужно расслабиться, это в первую очередь. И что касается меня, то я начинаю фокусироваться на своем теле. Раньше мне нужно было бы, конечно же, много времени для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы подготовить себя. Но сейчас, когда я уже понимаю вообще, как работает процесс непосредственно самого ритуала, а во втором мы говорим, что это так или иначе некий такой ритуал, то в нем, я могу сказать, где-то, наверное, процентов 60, может быть, даже 70 у нас уйдет непосредственно на саму подготовку ритуала, то есть на проведение, на подготовку, допустим, к раскладу. И только где-то, наверное, процентов 40-30 занимает сам ритуал. То есть правильная подготовка, она определяет непосредственно сам ритуал, и в данном случае наш расклад. Что значит подготовка? Это и для чего она нужна? Вот в данном случае здесь вопрос даже не в том, как ты считываешь информацию, а именно как ты подготавливаешься к ней. В моем случае что происходит? Когда я изначально знаю, что у меня будет консультация, у меня будет пятничная акция, у меня будет расклад, я начинаю себя, как в любом другом ритуале, подготавливать ментально. То есть я знаю, что мне нужно будет, допустим, записывать расклад. Я очищаю свое рабочее место, то есть я убираю лишние какие-то предметы со стола, то есть все, что вы видите, это атрибут, допустим, то, которое непосредственно мне будет необходим при ритуале, при раскладе. Всю остальную, лишние предметы я убираю, то есть тем самым я даю команду своему мозгу, расчищаю о том, что сейчас мы будем подготавливаться непосредственно к раскладу, непосредственно к ритуалу, для чего это нужно, то есть для чего мы убираем вообще предметы и подготавливаем наше пространство, для того, чтобы нас ничего не отвлекало. Должно быть минимальное количество непосредственно предметов, которые имеют напрямую отношение к ритуалу, в нашем случае к раскладу. Далее, то есть очищение внешнего пространства, подготовка себя, то есть мне нужно привести себя в порядок, обязательно переодеть одежду, накраситься, чтобы вид был презентабельный. Теоретически это кажется, что это не имеет никакого отношения, но это тоже часть подготовки к ритуалу, то есть я не только внутри свою голову освобождаю, говоря о том, что сейчас мы от всего отключаемся, и мы будем проводить расклад непосредственно, либо ритуал, консультация, в зависимости от того, на что я настраиваюсь. Но и внешнее проявление должно, конечно же, соответствовать. То есть я отключаю интернет, чтобы меня ничего не отвлекало, я подготавливаю свое пространство, я зажигаю благовоние, которое меня непосредственно расслабляет, я зажигаю свечку, которая также теоретически здесь происходит очищение, то есть огонь все равно сжигает негатив, то есть все атрибуты, находящиеся, допустим, они подготавливают, то есть дается команда моему мозгу настроиться на то, что сейчас будет происходить. Это очень важный момент на самом деле. Это опять-таки для самого начала, то есть пока мы создаем вот эти нейронные связи в своей голове, что если я поставила вот так, допустим, стол, если я его очистила, я зажгла благовоние, значит, надо будет делать расклад. А поскольку расклад у меня соотносится с интеллектуальной, чикой и плюс интуитивной, значит, мозг уже, то есть вот эти вот все ассоциации, они мне напоминают о том, что мы сейчас будем включать свое чувствование и свой интеллект, который будет направлен. И когда я уже беру карты, то есть непосредственно начинается сам ритуал, когда я уже делаю расклад, когда я беру в руки карты, у меня мозг уже подготовленный, все лишнее ушло, я не фокусируюсь ни на чем, кроме того, чем я буду сейчас заниматься. И вот это вырабатывает некий такой автоматизм, привычка о том, что берешь карты, и у тебя, например, сразу мозг уже настроен на то, что мы будем делать расклад. К примеру, рефлекс, то есть вырабатывается некий такой рефлекс, как, допустим, у животных, берешь собаки, например, берешь кость, у нее уже слюни вытекут, потому что она будет кушать. Либо наоборот, я не знаю, мы завариваем чайник горячей воды, и наш организм понимает, уже есть вот это вот превкушение, вкусы чая, кофе, кто что пьет. То есть начинает вырабатываться рефлекс, то есть произошла настройка, либо настройка на ту волну, в которой мы будем работать. Поскольку уже последние два года, ну как минимум три раза в неделю, вот сколько я делаю расклад, именно минимум, я не считаю консультации, акции и так далее, и так далее, у меня уже выработалась вот эта вот привычка, определенные ритуалы, действия, которые я совершаю, и мне достаточно только взять карты в руки, у меня сразу начинает включаться энергия, то есть включаться энергия в контексте того, что я начинаю чувствовать, то есть я беру карты, и я уже чувствую, да, допустим, энергию у колоды, то есть она приятная, неприятная, холодная, то есть у меня уже мозг понимает, что нужно будет включать, и даже не то, что включать, а здесь как будто бы я фокусируюсь на приеме вот этих вот, с помощью всех рецепторов информации, которые я собираю. То есть я, допустим, не провожу ритуал, если я не делаю расклад, то мозг понимает, что, ну, не имеет отношения, не обращаем мы на запахи, не обращаем внимания на звуки, да, либо на вкусовые какие-то качества, то есть здесь можешь расслабиться, да, и живи на автомате. Но когда я понимаю, что я беру в руки карты, здесь уже у меня вырабатывается автоматизм, говорящий о том, что сейчас мы будем делать расклад, и я уже настраиваюсь. Поэтому, отвечая на вопрос, как войти, да, вот именно вот в это состояние, очень важна подготовка, я бы так сказала, да, то есть, допустим, люди, которые занимаются практической, да, магией, то есть проводят всевозможные ритуалы, они подготавливаются, то есть процесс подготовки, да, даже у опытных магов, видим, он достаточно бывает большой, да, то есть это может быть и полгода, это не значит, что они вот полгода полностью там ходят в этом состоянии, нет, но они подготавливают, допустим, месяц подготавливаешься, если начинаешь рассчитывать какие-то лунные фазы, это опять-таки не говорит, что ты сидишь и ждешь, когда наступит необходимый мне день, нет, а это в течение всего этого периода, да, ты настраиваешься на всевозможные ассоциации, которые непосредственно связаны с твоим ритуалом, да, ты, допустим, ходишь по улице и ты обращаешь внимание, что, ну, допустим, если делаем на благополучие, да, что ассоциируется с благополучием, в данном случае это солнце, это желтый цвет, мы притягиваем, то есть каждый раз, когда мы смотрим на желтый цвет, у нас в голове уже идет сонастройка на то, что это благополучие, да, если мы, например, говорим о финансах, то это уже зеленый цвет, все, что из зеленого цвета, да, все, что имеет значок доллара, либо любые какие-то другие значки, мы обращаем на это внимание, то есть вот этот процесс подготовки, на самом деле, любые буквы, то есть здесь действительно проходит очень серьезная работа, я не имею в виду в подготовке, что мы идем и покупаем необходимые нам предметы, да, либо берем, собираем, если это там растения, либо камни какие-то, то есть здесь подготовка, суть во всех этих ритуалах заключается сосредоточиться, сконцентрироваться таким образом, чтобы ничего тебя не отвлекало, и вот процесс подготовки, он делает акцент на то, что приучает наш мозг концентрироваться на нужной нам информации, и потом, когда уже проходит непосредственно сам ритуал, наш мозг уже приучен к концентрации, он уже не будет обращать внимание на ненужные, не будет нас отвлекать, не будет обращать внимание на ненужные нам предметы, именно для этого, допустим, мы очищаем, освещаем, да, то место, в котором мы будем работать, почему? Потому что непосредственно в любом ритуале, будь то это расклад, будь то это какой-то магический, неважно, концентрация внимания, она очень важна, потому что, когда ты начинаешь что-то делать, и тебя в этот момент, то есть, да, вот эти вот все мысли, вот твоя энергия, она не сфокусирована, и тебя что-то отвлекло, все, ритуал пошел на смарку, собирай, и иди дальше, то есть здесь уже нету никакого смысла продолжать дальше, почему? Любое отвлечение, оно выбивает тебя из состояния вот этой сонастройки, надеюсь, я объяснила. В моем случае, как я вхожу, вот даже, ну, то есть я уже рассказала, да, что непосредственно сама подготовка, она меня сонастраивает на то, что будет происходить, и непосредственно в тот момент, когда я провожу ритуал, я достаточно сфокусирована на своих ощущениях, на восприятии, на глифах, глифы, это собирательные символы, да, то есть, проще говоря, картинки, которые есть на арканах, обращая на них внимание, то есть здесь максимально важно сосредоточиться на том деле, что ты делаешь. Вторая часть вопроса звучит следующим образом, используете ли мантру, чтобы чувствовать? Нет, мантру я не использую, на самом деле, мантра, они не такие вот, уж и простые, здесь тоже нужна практика, если мы правильно произносим мантру. Опять-таки, у нас нету, нас никто никогда не обучает, как нужно, что нужно, и вот здесь вот метод проб и ошибок, да, либо наше стремление выучить что-то, изучить, понять, разобраться, она нас мотивирует как раз-таки к продвижению. Обычно мы говорим мантра, это повтор, да, повтор каких-то выражений и слов, об этом знают все, но как именно повторять, да, например, самая элементарная и простая мантра, если вы, допустим, относитесь к крестьянству, да, это молитвы. Опять-таки, обратите внимание, как священники, да, как попы произносят эти молитвы, у них есть определенное произношение, они тянут буквы в том, именно на тех местах, где нужно, достаточно монотонно, для чего? Для того, чтобы, опять-таки, войти в видоизмененное состояние, что значит видоизмененное, выйти из привычного нам, то есть, если мы привыкли активничать, чтобы наш мозг активничал, мы постоянно что-то думали, значит, здесь будет любое другое, где не будет этой активности, поэтому уметь произносить мантру, надо тоже знать, как это, если мы берем, если мы берем, опять-таки, западную магию оккультную, которая, в принципе, имеет основы на иврите, то очень важно произносить имена духов, имена ангелов, имена тех, ну, я не знаю, богов, божеств, да, с кем мы будем взаимодействовать, именно правильное произношение, да, именно правильный акцент, да, есть вообще, если углубиться в эту тематику, каждого, допустим, ангела, духа, мы произносим на определенной ноте, то есть, есть определенные ноты, на которых ты должен произносить эту мантру, то есть, на самом деле, не все, с одной стороны, казалось бы, просто, а с другой стороны, для того, чтобы случилась вот эта вот магия, чтобы случилось это волшебство, нам недостаточно, как говорил Кроули, магия, это наука и искусство, вот наука, это именно знание, понимание, что я делаю, для чего я делаю, как я делаю, правильно я делаю, правильная ли последовательность, то есть, все имеет, в магии все имеет место, нет ничего лишнего, нет ничего неправильного, искусство, это непосредственно практика, то есть, здесь мы соединяем именно интеллект, да, наши знания, и применяем их на практике, каким образом, таким образом, чтобы наша воля проявилась, то есть, наше желание исполнилось, и вот в зависимости от того, насколько мы владеем этой наукой, насколько мы владеем этим искусством, у нас происходит магия, волшебство, либо не происходит, да, это магия, волшебство, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, изучайте, есть очень много интересной литературы, на эту тему, то есть, касательно ритуалов, не бойтесь, вот этих вот всех слов, да, ритуалы, магии, мы боимся только то, чего мы не знаем, когда именно вот невежество, да, неведение, когда мы не ведаем, когда приходит непосредственно знание, что это, да, то есть, старайтесь фильтровать информацию, которую вы получаете, да, тех наставников, у которых вы учитесь, для того, чтобы, ну вот, собрать вот эти вот все крупицы, вот эти вот все жемчужины воедино, для того, чтобы получилось красивое ожерелье, мне кажется, ну, это полезно, просто даже для расширения, да, своего собственного сознания, благодарю вас за вопрос, да, если что-то, опять-таки, непонятно, неизвестно, пишите в комментариях, я вам с огромным удовольствием отвечу, там дополнительную информацию, я с вами прощаюсь, пока-пока.